Давайте начнём этот необычный эксперимент, можете начинать игру. А, Кэти, по карте у вас что? Уточните мне. Рандом. Рандом, стихийные три. То есть карта всё равно рандомная, не Пангея, да? Да, Пангея не смогла пройти во второй тур. Ну окей, давайте, начинайте. Всем удачной игры. Всем удачной игры. Спасибо, спасибо, взаимно. Ну, а вам... Алексей, ты только с нами разговариваешь, а ты прям как будто попрощался уже и пошёл. Нет, я буду со зрителями разговаривать. Это тролль десятого уровня. Так, привет вам всем, уважаемые зрители. У нас... Ну как вы там? Когда Алексей, кстати, говорит, видно, если он сейчас смотрит на него. Да, я сейчас смотрю Мистера Ди. И у Мистера Ди скифы, нифига себе. Ничего себе, сразу как пошло. Главное, чтобы у него не было этого, Маори, остальное всё хорошо. А что нам мешает сейчас свернуть в Дискорд и посмотреть на видение... Ну, хорошее, как это сказать... То, что вы хорошие люди, да. Итак, у нас уже Канада, Англия. Я делаю ставку на Супергёрл. То есть ты уже знаешь. У Фауста у нас Нубей, это интересно будет. Ну, Англия тоже интересно, но правда карта случайная. Очень-очень хорошая. У Кагыра... Венгрия, тоже зашибись. А, мы ещё один момент не обсудили. Алексей, ты же... Нам надо в 3D типа играть, да? Ну, желательно, да. А что, у тебя комп не тянет? Нет, у меня это всё тянет. Норвегия. Глаза не тянут в 3D. Да ладно. Ладно, я буду иногда, когда ты не смотришь, переходить. У Люкса Америка. Ну, место, кстати, очень интересное. Мы к нему ещё вернёмся. Так, у мистера Ди Канаду. Итак, я смотрю... Я комментирую за всех. Сколько мне тундры много завезло. О, да, о, да. Это сарказм? Да. Да куда уж там. Россия в игре. И... Да, конечно, Supergirl у тебя вот самое хреновое стримы, тебе могу прямо сказать. Он, конечно, немножко восстанавливается, но когда переключаешься, просто, знаешь, как будто... У тебя точно включено там 1080... Не, у тебя 1080 включено, да. У меня на мониторе ограничение стоит 30, я могу поменять. Нет, нет, FPS не надо менять. Вот он... Ну, тогда это максимум. Просто выглядит. Ну... По крайней мере, без каких-то волшебных действий. Я понял. Так, ну давайте... Давайте смотреть по территории. Мали не завезло пустыню. Но это сильно сильная нация, и даже без пустыни я вам показывал в одном из FIFA, что это просто офигительно работает. Так, давайте глянем. К сожалению, я вот так в основном буду показывать. Редко переключаться в полноэкранный режим, потому что... Переключаться иначе я не могу между стримами. Питер... Кьюбитума ты можешь немножко отдалить экран? Ну, как бы... Да, вот так, да, спасибо. Интересный старт за Россию, прямо скажем. Можно просто кубитом называть там. Кьюбитом? Кьюбитом, понял. Интересный старт. Есть и еда. Не так много производства в начале, но на будущее, видите, тут и холмы есть. То есть вот мне старт русского нравится. Не знаю, что тундры опять же нету, да? Странная фигня такая. Почему-то. Ну, как всегда, за Россию это часто бывает. У нас даже ни одной нации с уникальным юнитом. Так. Ну... А их много? Вот это мистер Ди говорил, что тундры ему не завезло. Братья, у меня есть всего лишь одна тундра для Канады. О, у него сразу начались... У него сразу начались какие-то... Стэп появляется и всё. Бури. Внезапно. Ну, такое средненькое место. Производство есть на будущее какое-то, но вот эти степи, ну, немножко... Если сорить в будущее, то, конечно, сложновато будет. У Люкса интересное место в начале. Прямо скажем. То есть пустое абсолютно в плане производства, но зато на еду очень-очень круто. И вот я вижу, тут дальше у него есть на что развиваться. Во что развиваться и куда ставить города. Да, но здесь пингала, мне кажется. Вот если он будет пингалу сажать в город... Если это нам говорил, то мы не услышали. Нет, это альтап был просто. У меня на альт стоит говорение. Так, что у нас у... Долго не мог придумать... Ага, норвежец не ставил. Норвежец не ставил говорение, а в итоге на капслок поставил. Норвежец только на этот ход ставит город. Караген, тоже можешь отдалить камеру? Так, у нас карта называется... Какой этот... Поперечный мир или как он там... Наклонный овач? Да. Посередине? Тундра у меня слева. Через две клетки пески. И еще справа... Ну, как бы это вправо идет. Странноватое место у норвежца. Для начала... Потом еще чуть песков. Сложновато будет. Называется акт. Не так много... Тут всего... Ну, на русском, наверное, называется... Ресурсов. Хотя... Можно развиваться. Будет зависеть от того, как соперники будут находиться рядом. Что у Венгра? У Венгра важно, чтобы рек было побольше. Потому что у него там бонусы, если через реку ставить. Но рек не так уж и много. Рек не так уж и много. Вот видите, вулкан рядом со столицей. Тоже не особо приятно. Уже поставил метки, где ставить. Слушайте, может, мне на фоне музыку из Цивы запустить хоть какую-то? Потому что я от них звуки не слышу специально. Чтобы... Ну, это будет переключаться постоянно. Зачем? Ну, вообще, интересное место у Венгра. Нет, я все-таки слышу звуки от них. Так, и смотрим, что у Нубии. Нубия нужна пустыня. Как мы видим, Нубии пустыню тоже не завезло, как и Мали. Ну, там у Мали что-то справа было. Но Нубии, в принципе, и так неплохой. Старствует какие-то гор дофига. То есть, ладно, пустыни нет. Можно в науку. А горы означают, что на тебя не так скоро нападут. И начинают, видите, разное начало. Сколько человек сразу правой кнопкой тыкнули в Артемидово? Семеро. Все, кроме Супергерла? Ну, как видите, практически все начинают с двух скаутов. Но почему-то вот Пауст... А, про Англию давайте. Я не договорил. А Мести, ну, у Англии тоже так. Хотя у нее и на еду есть, но... Я бы сказал, что из всех, кого я тут вижу, офигительное начало у Нубии и у России. Особенно у России. Сразу... Так, Англия, два скаута. Посел. Сразу быстро. Ну, а в принципе, о чем тут опасаться? Нубия построила скаута. О, научная ГГшка уже. Скаута. Скаут, прачник, рабочий. Видимо, потому что он там увидел снизу варваров. Но все равно. Так, Вавилон он первый нашел. Приятное. Венгер тоже два скаута, рабочий. Ну, здрасте, здрасте. Кстати, как я люблю. Кто это так близко? Кто там встретился? А, нет, это один скаут рабочий. Видите, насколько у... Так, я хочу найти, кто там встретился. Кто это встретился? Кто сказал? Здрасте, здрасте. Я... Скорбел. Так, а вот он Мали встретил. Ага, Англию. Так, вы понимаете, да, вот тут Англия получается, здесь Мали. Это интересно расположить. Да, я думаю, что тут как раз они договорятся, потому что выглядит так, что место у них есть. И... Они... Ну, то есть Англия, естественно, не будет претендовать на эту нижнюю пустыню. Скорее всего, там Мали будет. У Мали, кстати, пустыня очень неплохая. О! О! Видите, где Англия собирается городоставить, она вообще не в сторону... Мали предлагают дружить. Вообще не в сторону супергерла. Где территория? Может, ты меня сейчас поставишь под столицу? Давай хотя бы посмотрим друг на друга. Вот, начались политические игры. Да, в меня есть профиль. Поставить под столицу. Ну, вы понимаете, что Мали скорее всего тут будет заселять город. Вот тут он еще пустыня. У Мали, кстати, очень неплохая. А я не вижу, я не вижу, сколько у тебя территория. Завезу с этим в этом плане. Может, тебе селится только в мою сторону. Лево море, сверху море, я только на правую буду сидеть. Ну, начинается. Ну, дай-ка тебе посмотрю, насколько там море. Может, там море-то и не море. Так, Люкс у нас прям в астрологии. Ага, Люкс попробует через религию играть явно. Так, а, ну он тем более встретил ГГшку, Иерусалим, на религию. Будет много веры. Окей. Ну так что, принимаешь? Сейчас я... Так, посмотрим русского. Кубит, а ты от меня далеко? Ага, встретили норвежец, смотрим. Скажем так, не очень, но я не знаю, сколько это клеток. Россия и Норвегия. Так, а консероген за Норвегию. До столицы где-то 7 клеток. Да, вот Россия, кстати, с Норвегией довольно близко. Люкс, здравствуй. О, а тут Америка. Здравствуй, здравствуй. У норвежца не очень ситуация. Мне ставить города на побережье или нет? Норвег. Спасибо тебе. У Норвегии не очень ситуация. Маловато места. Тут уже Россия сразу практически. В прошлой игре тоже там звучал Норвег. Норвега в итоге оказался... Это стандартная шутка от Люкса. Да, это, кстати, стандартная. Прикиньте, в одну прекрасную игру и правда окажется Норвегой. Так он, может быть, и сейчас здесь есть? Ну, у Люкса как раз есть куда города ставить. Смотри на Норвегию. То есть он поставит. А вот норвежец зажат реально между Россией и Америкой. Америкой, и это будет проблемно для него. Давайте посмотрим, что с Канадой. Канада обычно на отшибе. Развивается там себе спокойно. Непонятно где. Давай разговариваем. Два, да, тоже. Два скаута и рабочий. Так ты-то далеко от меня. Нет? Ну, не особо. Я вон твою лояльность уже разведом вижу. Мистер Ди, открой, пожалуйста, тихий, а потом соцполитики. Стрельба из лука. То есть, видимо, он в Артемиду попытается... Ну, это обычное. Я пока еще не знаю, куда тут. Еще свою территорию особо не разведал. Но места маловато, мне кажется. У меня русский шревел. Интересно еще на Нубию посмотреть. То есть, Нубию все-таки не завезло. Он дружит с соседями и как бы уничтожает. И я не ослышался, я услышался русский. Это... Давайте попробуем все-таки, да, не палить цивилизации. Я понимаю, что я знаю, какие тут цивилизации. Но русский он, наверное, обращался в плане, что игрок русской национальности. Ну да, сделали что-то. А, ну да, все-таки тут Нумибиец не зря построил прачника. Это вот, конечно, тяжеленькое начало. И пустыни пока не видно. В Нубию просто без пустыни, видимо. В партии. Блин. Так, давайте глянем. Значит, у нас пока никого не встретили Нумибийцы, венгры и канадцы. Ливия. Ой, Ливия. Англия с Мали. Ну, во всяком случае, Англия видит, где Мали находится. Давайте посмотрим. Открыл. Ну, нет, да, Мали тоже видит. Вон у него дуболом рядом со столицей. Я думаю, что... Ну, тут, блин, надо договариваться, потому что они реально... Особенно Мали. Мали вот точно вот эта вот территория сверху не особо важна. Блин, а вообще не видно у Супергрелла, что он строит. Вот так пикселизованы эти стримы. Я, конечно... Не очень. Да, я знаю, что есть спектатор-мод для шестой сывы. Я в курсе, ребята. Но меня не устраивает многого веща. Особенно... Особенно меня не устраивает, что там сразу видна вся карта. Это очень неприкольно, по-моему. Во-вторых, там не видно, что открывают люди, что... Привет, Даша. Ходи наверх, там чудо будет. О, еще кто-то встретил. Это далеко? Англия. Я вот слева отсюда. С венгар. Так, проблема у Англии. Вот теперь у Англии проблемы, конечно, есть. Теперь у Англии проблемы. Слишком близко венгар. Хм, давайте глянем... Вообще, что тут у венгара с развити... С местом. У венгара вроде как... Понятно. Да фиг, ну вот понимаете, уже Англия вот тут, все. Так, значит, пока у нас никого не встретил русский, никого не встретил канадец. Ну, а теперь мы знаем, что Мали в игре. Я, кстати, уже раз в пять заслышал Мали, Мали, Мали. Я до этого не обращал внимания. Ну, мне нравится старт России в игре. Ну, вообще Россия офиг... А, вот... Норвежец, да, Норвежец же встретился, да. Прошу прощения, но... Видите, русские очень слабенько исследуют при этом. То есть мы не знаем, что тут вокруг. Холлый хребет. Люкс. Так, значит... Привет, Фауст. Даша Самосвал у нас играет за Англию. Фауст. Возле твоей столицы. О, канадец все-таки встретил кого-то. Нет, мы близко довольно. Я там где-то есть куда-нибудь селиться? Так, значит, все уже кого-то встретили. А, Нубия здесь. Вот Нубия встретила Канаду. Очень. Да, я вижу сейчас. Я с одним лагерем точно помогу. А, таких два даже. Да, но выглядит у Нубии-то получше. То есть Канада тут перекрыта. Если Нубий захочет напасть на Канаду на своих уникальных юнитах, то... Не, Самосвал, я так, на таких ранних этапах игры не принимаю дружбу. Там просто религиозное поселение и всего лишь один разведчик для провода двух поселков. А ты так примешь дружбу и получаешь потом чужой город под столицей. Ну, что сделаешь? Здесь есть горы. Я просто вот думаю сейчас за Нубию. Вот если бы я играл за Нубию, вот если бы я играл за Нубию, расследовал бы Канаду, я бы напал. Просто, ну, блин, ну это Нубия. И Канадец, кстати, не так далеко. И, в принципе, неплохие места, и ты избавишься от одного соперника. Как тут Канада... Вот тут неплохие места для нападения, имею в виду. Давайте еще раз глянем. Что делать норвежцу и англичанину? Сейчас в самых худших условиях, как я считаю, норвежец и англичанин. Они оба зажаты между двумя игроками. Ибит, Моцаря, на кнопку стоит. У меня нет, а что? Переставь на кнопку, пожалуйста, а то слышно, как ты дышишь. Глянем, что у англичанина. Я не спорю, я, может быть, когда-нибудь постримулиюсь со спектатор-модом. А, ну еще плюс, что я в игре нахожусь, то есть это будет влиять еще на качество техническое. Но мне кажется, пока вот так. Единственное, что вы видите вот эти переключения через дискорд. Но это все-таки тренировка пока. Так. Англичанин идет в развитие. Да, приваты запрещены. Приваты запрещены. Великих людей не пропускаем. Если отстаете по войне, на счет тогда. Видите, как у него уже с лояльностью все. То есть у него очень мало территории, где стоят города. Англичанину точно придется воевать похоже. Потому что, хотя может это совпадение, но у меня сейчас зверские ресурсы компа жрет стим. То есть возникает впечатление, что этот дискорд использует API стима для стрима. Ну, может быть. Но, по идее, у вас должен стрим включаться только тогда, когда к вам кто-то присоединяется. Если никто не смотрит, то вы как бы и не стримите, получается. Вроде как. Я как бы сам смотрю. Мали, а ты можешь... А, ты сам смотришь свой... Да, может... Я только выходил этим. Может, выключишь. На самом деле, да. Вот у меня маленькое окошко свернуто. Написано, что ваш стрим продолжается. Мы просто остановили предпросмотр для экономии ресурсов. Так. Давайте глянем на Венгра. Надо ли... Ну, вообще, всегда стоит в сторону соседа селиться хоть как-то. Просто больше тут у Венгра я не... А какую НГГшку он встретил военную? Мистер Гей, ты же не будешь как раньше, да? КГР, а покажи верх карты, пожалуйста. Нет, нет, ты что? У меня мирная нация. А, спасибо. Газгаргаму. Ну, такая. Тем более, не с твоей нацией точно. Так, Нубия встретила Вавилон. Англия, по-моему, никого не встретила. А, ну, сейчас теперь пью смешно, потому что расселимся. Ну, поселен... Ну, он пытается как можно быстрее расселиться. Это тоже правильная идея. Что у Нубии? Я эти там за лагерь кинул. Нубия медленно... Видите, только сейчас поселенца строит. Спасибо. То у Венгра... Венгра... А, Венгру же ставят. Венгра хорошие. Хорошие места все-таки. С этим лагерем разберешься? Даже не так уж много гор, но... А то пока с него юниты только на меня просто. Снизу или сверху? Мне нравится. Ну, сверху, наверное. Так, что у нас у Норвегии? У Норвегии проблемы тоже. Он зажат. А, на него еще и варвары прут. Сейчас доделают поселенца, но... Селиться не успеет. Ой, на опыт леонидов разведки. Против варвара взял, да. Все верно. Привет, привет. Гончарное дело. Ой, норвежец у нас полным ходом в Золотой век идет. Я не видел там никакого лагеря. Он прям вот под маленьким. Что у Америки? Балтимор поставлен. Уже третий город ставится. Тоже быстро расселяется довольно. Ну, в седьмом радиусе от меня это. Американец. Довольно солидно, я не знаю. Но вот Стоунхэнш он все-таки хочет строить. Я думаю, что он в астрологию шел? Большой бассейн. Зачем тогда астрологию было открывать? Слушай, Люкса, покажи мне, что вот эта фигня над Балтимором дает. Ну, мышку наведи, я имею ввиду. Ага. Нормально. Нормально. Здравствуйте, мистер президент. Прикольная штука. Плюс 50% представительств и чудес рядом с ней. У Америки хорошая ситуация в плане расселения. Я не думаю, что норвежец как-то тут может сильно помешать. Ну и встречен Ярусалим. Вообще, как-то немного городов-государств у всех встречено, между прочим. Нету такого, что там у Канады вообще ничего нету. Ну, тут вопрос. Если вот тут слева будет куда-то селиться, то норм... А, ну вот, собственно, мистер Ди рашит у нас Артемиду. Давайте глянем, Мали рашит или... Ну, Мали рашить Артемиду нафиг надо. Просто по той поступке нету производства для этого. Нормальная без пустыни? Да, Супергерл. Супергерл невозможно. Слушай, Супергерл, давай ты, наверное, переключи в 720. Тогда как-то, ну, совсем печаль. К тебе переключаешься и сидёшь... А он, Катю, чистота... Ты же говорил, что у тебя на 30 залочен этот. Может, из-за этого оно... Так, поставь 30. Это синхронность какой-то, да. То есть поставь на 30, может, стрим. О, пока намного лучше стало. Ну, держим кулачки. Нет, ухудшилось. Всё равно. Фауст, я тебе метку поставил, так вот... Слушайте, кстати, а вот у меня такой вопрос. Я смотрю, у Супергерла... Сразу мини-карта такого размера, которая должна быть. Это из-за чего? Это из-за метки, скорее всего, поставил. Да, у всех вот она маленькая. То есть то, что разведано, а у Супергерла на весь экран. Супергерл, делись. Смотри, Лёша, я тебе показываю. Подожди, я ещё не подключился. А вообще, Фауст, я смотрю... Вот так вот делаешь одну... Походу, мы близко с тобой. Ага, понял. И во все стороны. Окей. Спасибо. Очень помогает, когда на мали играешь. А почему именно на мали? Ну, просто видишь где-то сверху или снизу, и в какую сторону плыть. Блин, блин, покажите мне. Может, за Маури? Ой, да, за Маури, не за Мали. Тут просто мали раз 20 сказали, вот мне и въелось в голову. Так. Ага, вот ещё тоже... Ага, если это встреча в Вавилон, значит, Нубия с этой стороны будет. Да. Прикольно, значит, тут Нубия, тут Канада. Вот давайте я даже переключу на Мистер Ади. Тут уже более-менее понятно, где четверо находятся друг с другом. Вот тут на мини-карте... О, какой он, интересно, возьмёт пантеон. Блок ремесленников. Мистер Ади, ещё раз, открой, пожалуйста, пантеон. Плюс одно производство. И вера от каждого улучшенного... Ага, спасибо, всё. Улучшенного стратегического ресурса. Значит, смотрите, здесь Канада, здесь... Блин, это не у него Вавилон. Кстати, кто Артемиду строит? А у кого Вавилон? Один ход, конечно же, остался уже до Артемиды. Ну, я тогда не буду строить. Не, не начинай, да. Так, ну, правильно, он убьет. Это Мистер Ди не видит Вавилон, да. Чё-то я решил. Чё он Вавилон не увидел? Значит... И уже там лошади бегут. Лошади из другого лагеря бегут. Я знаю. Я знаю, я пытаюсь выйти в войска, но... Подожди. Значит, тут у нас Канада. Тут Нубия. Тут Россия. Вот где-то здесь... Даже нет, наверное, не здесь, а чуть... Вот здесь Россия. О, а как вы с англичанином встретились, кстати, Мистер Ди? Ага, вижу где. Так вот же, разведчики. Да. Тут у нас, получается, Россия. Здесь Норвегия. Тут уже построил. Здесь приблизительно... А, ну, привет. Америка. Получается, вот Венгер. Значит, вот тут Англия. Привет. И вот здесь... Мали. А чё ты самосвал не ставишь? Города вдоль... Кого-то я ещё одного не... Так там Мали. Не упомянул, кстати. Я его зачищаю сейчас, и посмотрим. Да что вы представили? Мали, Мали. Может, Мали нет в игре? Не знаю, по-моему, всё-таки не выглядит как наклонная ось. А больше на Пангею таки похоже. Угу. Да мне кажется, для Пангеи слишком она испещрена водой тогда. Слишком тесно как-то очень. Значит, кто-то сидит на континенте. Нет, я могу вам точно сказать, что вы все на одном континенте. Спойлер. Тогда может быть всё-таки фрактал? Значит, есть водные какие-то острова большие могут быть тогда. Так, кого-то ещё одного не упомянул. Ладно, давайте... Видите, канадец ломанул в храм Артемиды и отложил развитие городов. Это может ему, конечно, аукнуться. Потому что могло бы, но не в случае сейчас с Нубией. Потому что я бы, если бы он играл за Нуби, я бы сюда поставил город. И атаковал бы его. И то, что он построил храм Артемида, я бы только вау-е. Круто, потому что у него не было бы юнитов. А тут он вообще, не боясь против Нубией, ставил храм Артемида. Это, конечно... Не бойся, следующим ходом его не станет. Это очень-очень опасно было. Разведчика или города? Разведчика, конечно. А, нет, ну у меня-то просто уже там подошли войска. Они внизу были. Так, давайте глянем, как там Мали у нас развивается. У меня тут вообще варварные места. Варварские. Нет, варварные. И для меня есть варварные. Варварские — это когда монголы всякие рядом живут. Где он запланировал политическую площадь. Ой, да нормальная нация монголы. Что-то он не знает. Поставь всё-таки 720p, пожалуйста. Ну, здесь только первый город он повёл ставить. Ага, Лавенту встретил ещё. Ну, кстати, не так много городов-государств пока встречено. И из встреченных, пожалуй, ну, Вавилон и, наверное, Юрусалим, можно сказать, если бы Люкс играл через Веру. Люкс почему-то решил поиграть. Ну, он большой бассейн строит, конечно, в первую очередь для того, чтобы в Золотой век выйти. Или он уже его построил даже. Ну, все, примерно, одинаково развиваются. В Раннюю Империю вышли, чтобы поставить карточку на поселенцев. Хотя сейчас почему-то Люкс её не ставит. Ну, губернатора он никакого не использует. Ну, уже три города поставил. Вот с развитием в этом плане очень неплохо. Видите, запланировал, где кого выберет. Я бы, конечно, здесь уже Пингалу. Но почему... Объясню, почему Пингалу. Потому что в этом городе, ну, он Магнуса. Мало производства, зато много жрачки. То есть можно отжираться очень быстро. И за счёт Пингалы на его прокачку 15% в культуре, науке, а потом ещё взять на науку и культуру вот эти прокачки за каждого жителя. Очень неплохое развитие можно иметь даже с небольшим количеством городов. Американцу спешить с поставкой городов нету смысла. Потому что даже норвежец, который рядом, очень неудобно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Люкс. Индейцы. Больно, больно. Да. Да, вот это, конечно... Ну, хорошо, что у него какие-то тут дуболомы есть. Я тебя местом поставил, где я планирую город поставить, если чё. Так, кого-то я ещё всё-таки не упомянул на мини-карте. Выше, да, моя столица. Вот здесь американец, здесь норвежец, здесь русский, получается. Здесь нумибиец. Это уже 4-5. Вот тут канадец в этом месте. Потом дальше туда... А, ну правильно, англичанин, Мали и Венгер. Всё, я уже всех... Вот всё, то есть... На самом деле это получается... Кстати, ребята, наверное, это вполне может быть и терра. Я вот так думаю. Потому что я уже понимаю, где вы все находитесь. Все вместе. Я не скажу, что тут как бы много места. Давайте я вот переключусь на супергерол, который по-фейски всю карту... Вот, смотрите, вот всяка... Хотя... Мы это тоже уже поняли, что тут немного места. Хотя, ну, смотрите, получается... Так, он у нас... Пошёл... Как хреново всё-таки показывает. Супергерол, у тебя исходящий канал вообще какой? Я понимаю, почему у всех как бы нормальное переключать, а только у тебя вот так хреново показывает? А ты можешь конкретизировать вопрос, что мне нужно сделать, чтобы... Я без понятия. Я же говорю, я не понимаю, почему у тебя вот так показывают, а у всех остальных нормально. Может, кто потом в комментариях подскажет, не знаю. Так вот. Получается, тут Мали... Англия, вот тут... Я сейчас на мини-карте показываюсь, и вообще понятно. Англия, вот тут Венгрия. Вот здесь Нубия примерно. Вот здесь Канада. Дальше. Вот тут Россия, тут Норвегия, и тут Америка. Так что вполне может быть, они все на одной большой пангеи, видимо. Потому что он последний в списке стримащих. Да не. Михаил, ты там смотришь вообще, что-то у кого происходит? Да, да, смотрю. Ну как, за кого болеешь? Он уже сказал. То, что он делает, мне нравится. Может, вам комнату снять? Фау, нет у меня, потому что только, ну, наверх селится. У меня внизу море, справа море. Поэтому я туда тоже буду ставить. Ты как-то вверх селись, вот. Ну, Мали, естественно, в веру идет, как видите. Как-то вверх селились. Священное место. И у него с пустыней завезло. Нет. Плюс 10 железа. Не самое важное, что можно в рынке найти. Ну, блин, что ты тут шаришься? Взял меня... Это очко, которое мне не нужно было совершенно, да. Это он венгры, видимо, встретил, да? Да, венгры в нормальный век выходят. Что нужно сказать и по векам? Меня, конечно, больше в данном случае интересуют норвежец и англичанин. Потому что у них тут самая плохая ситуация в плане развития. И им надо будет что-то придумывать после того, как они расселятся. Им надо будет что-то делать. Так, у англичанина 6 очков не хватает и 4 хода. Мне кажется, он все-таки в нормальном останется. На левую и вправо вниз. Я уже там всех нашел. У норвежца что? А, ну тогда мы ходи. Норвежец, кстати, еще и медленно расселяется. Всего лишь второй город. Но он зато уже в золотом веке. Ну вот... Англичанин, как мне кажется, правильнее сообразил, что вот это как можно быстрее ставить города. Ну, он разведку сделал, увидел, насколько близко соседи все находятся. И побыстрее не поставил. Норвежец в этом плане немножко тормозит. Не больше у него и русский, и американец так близко. Повторюсь, что... Мне кажется, что лучшее стартовое место у русского было, но он немножко тормозит с заселением. С другой стороны, опять же, куда ему спешить? Смотрите, какие у него горы, да? Какие у него будут кампусы. Здесь он даже тут... Ну, тут плюс 3. Если бы немножко правее был, то вообще мог быть кампус на плюс 5. Что, Михаил? Не могу подсоедиться к другим стримерам. Вас осудили, и теперь ты будешь... Да, да, да. Такие всякие. Ну, я смотрю по превьюшкам, скорее всего, это да, терра. Ну, попробуй... А, ну да, место есть под тебя. Можно попробовать тебе взойти и выйти в этот... голосовой. Видите, как уже русский пораставил... Поднимая тактика вклывыкал. Меток, где ставить районы будущие. Ага, видите, у него тут с железом... Тут он уже не сможет поставить, потому что железо появилось. Так, и он пыт... Ну, он пытается выйти в темный век. Вот русский пытается выйти в темный век у нас. Так, что там у... Ой-ой-ой, сколько там варваров. У кого там куча варваров? Как-то интересно, как там Люкс расправился со своими варварами, которые тут набежали. Ага, все, расправился, уже идет наступление, уже забрал лагерь, уже вышел в золотой век. Так вот, собственно, недостающие очки были от лагеря. И он уже получает золотой век здесь. Да, у него какие-то хорошие будут производственные площади. Там, видите, рядом лошади. Будут влиять друг на дружку эти. Люкс, а ты можешь включить, пожалуйста, линзу континентов? Вот, блин, у меня карточка не сменилась сейчас. Я все это время без плюс 5 с варварами воевал. Ну, тем не менее, смог. А, ну да, я... Блин, не могу подсоединять. Ага, спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Не за что, конечно. Обращайтесь. Все непременнейшие. Так, а Караген, теперь ты можешь линзу континентов? Континентов. Так, ну, как видите, норвежец и даже русский на одном континенте находятся с американцем. Спасибо, пожалуйста. И это значит, что против них Люкс будет иметь плюс 5 силы. То есть норвежцу воевать с американцем вообще, мягко говоря, очень грустно будет. Ну, только если бы он ставил города на море. А так у Люкса как раз, по-моему, только столица на море. Это не особо... Человодяная мельница на сахар не распространяется. Ну, честно говоря, выглядит так, что Люкс заберёт норвежца. Вот я прям ставлю на это, что Люкс в какой-то момент, после того, как растает города, начнёт думать о том, чтобы норвежца нападать, его захватывать. Потому что, ну, места у него хорошие, в принципе, у Норвегии. У американца не так много мест. О, сейчас что-то и у Люкса стало хреново показывать. У американца не так много мест всё-таки... Да, грустно. Никак тут уже в золотой век не успеть. Люкс, а у тебя нету, да, оверлея? Нет, вообще. А нужен? Ну да, я бы хотел видеть, кто там говорит что-то. Древний мир через один ход. Ну вот, короче, в древнем мире, из того, как развивается, мне нравится, как Люкс развивается. Мне нравится, как англичанин развивается. Но у англичанина есть проблемы в том, что у него места не так много. Но вот он уже начинает... Слушайте, он уже лошадей строит. То есть он планирует всё-таки... Я только выключил. Хотя сложно сказать, что он планирует, но мне кажется... Даша, можешь, пожалуйста... Спасибо, пожалуйста, включить технологическое дерево и социальное? Да, конечно. В общем, я не могу переключиться. И сейчас прибежит англичанин, он его заберёт. Да, англичанин. Хорош. Больно. Что случилось? Люкс, ты будешь этот лагерь-то убивать? Чё-то от него бегут ко мне. У меня от того лагеря войска хилится. Сейчас пойду. Больно, говорю, Алексей. На вот эту цифру. На какую? Я почему... Мне, кстати, не видно ваши... А, на эту, да. Ваши... Как его? Мышки. Мышки не видны через стрим, между прочим. Сразу вспоминается. Ну, где же ваши ручки? Ну, где же ваши мышки? Достаньте мышки и будем... Цивилизать. Хорошо, что мы сегодня без Чилиния, да? Тебе радиочериня устроились? Радиочериня. Я могу позвать! Пускай придёт и... Калинку-малинку поёт. В самый раз. Гипертоник. Таня от врача варил ночами. Тёмный кофеёчек. Так, давайте я хочу посмотреть ещё русского. Блин, почему я забываю, кто за кого играет? Так, русского. Ну, кстати, красиво стоит, конечно. И вышел в тёмный век. Знаете, ещё супергёрл. Ну что, ребят, давай пожаловать в клуб обычного века. Фу, обычновековые. Не знаю о чём-то. О, первая религия. Тради сказал. Осуждение. Ну да, он единственный из тех, кого я встретил, кто золотой вышел. Здесь ещё... Когда ребят удачной игры. Не могу я... Ислам, ислам, чё ты... Да я не могу найти... А, во, всё. Так, чё берёт? Какие верования берёт? От этого тоже многое зависит. А, кстати, а вот у супергёрла я почему-то указатель вижу, между прочим. А у других нет. Зато у него пикселизуется стрим. Так, позволяет покупать здания и районы... Здесь есть какая-то связь. Значит, покупать в районах здания за веру. Он столько хитёр, что... И Гурдвара даёт, ну, здания веру и еду, чтобы быстрее расти. Абсолютно чё. У Люкса хорошее развитие, но у меня такое ощущение, что он не понимает, куда ему идти. То есть он вроде астрологию открыл, но... Не строил ничего, что... Ну, вот в Балтиморе он построил, потом священное место, но намного позже, чем хотелось бы, например. На этом пока всё. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы оцениваете этот новый формат. Спонсоры канала, все серии могут прямо сейчас уже во вкладке сообщества посмотреть. Для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока!